Продолжение следует... Продолжаем разговор. Вот такую забликушечку не произвели, а теперь давайте-ка, ребят, подключайтесь и давайте нам задавайте вопросы, а мы будем вас учить, как правильно жить. Вот такое хорошее предложение поступило, и вы уж воспользуетесь таким предложением, не отказываетесь. Хотя ещё я призываю вас, уже вопросов огромное количество. Это, наверное, как правильно жить мы будем учить, а делиться своим опытом. Нет-нет-нет уж, я вот поставил задачу всех научить правильно жить, всё. Всё, значит, взялись за гуш, а теперь уж, как говорится, в путь. Итак, в самом начале Виталий из Эстонии реплику эфир задал. «Женщины, девушки, дамы, хотел бы сказать вам, чего вы паритесь по поводу денег? Деньги есть всегда, они никуда не исчезают. Всё в этом мире взаимосвязано, в том числе и деньги, как механизм обмена». Точка. Да, мы же никаким образом не пытаемся убедить, что деньги исчезают. Мы говорим о том, что какое отношение стоит у каждого человека за понятием денег. И мы тоже как раз-таки всё это время с Анной пытались донести мысль, что за деньгами стоит очень много. Если это мужчина и женщина, мужчина, то за какими-то конфликтными ситуациями, которые они связывают с денежными ситуациями, стоят очень многие какие-то неразрешённые эмоциональные вещи, которые нужно обращать внимание. И если у вас есть цели, у вас есть задачи, у вас есть желания, то под эти цели, желания и задачи всегда есть деньги. Потому что деньги — это не первое. Не то, на что нужно своё внимание первостепенно обращать. Деньги — это скорее то, что приходит для чего-то, для чего-то. И если лишить эту энергию страхов, каких-то сильных эмоций, обид, агрессий, то и относиться к этому легко с благодарностью за всё, что приходит в жизнь, то, что, возможно, не приходит в определённую жизнь, это, естественно, опыт очень важный. Действительно, никакого внутреннего конфликта, никакой трилогии по этому не может. Всё-таки тема денег, она возникает. У нас вызывает очень много вопросов. И эти вопросы мы попытаемся сегодня отвечать. Уже стичное, я думаю, мы ответим на это. Ну, хотя это был не вопрос, это была всё-таки реплика, но на эту реплику вы умудрились ответить. Такой правильный подход. Хотя здесь не было сказано о том, что как бы они там исчезают. Наоборот, он говорил, что деньги не исчезают. Но сказали, что мы не говорили про то, что они исчезают, мы говорили про то, как они появляются. Ладно, но у меня есть своя точка зрения, пока я её придержу. Вопрос в эфир от Данила. Здравия со ведущим Юлия и Анна. А так, по-воображаем, вы можете представить жизнь без денег? Вопрос, конечно, абсурдный в наши дни, в кавычках, сложновастый, в кавычках. Но всё же попробуйте представить, помечтать. Благодарю за ответ. Ну как, будете мечтать по поводу того, что без денег остаться вообще? Мир без денег и жизнь без денег? Деньги — это ресурс. Жизнь без ресурсов невозможна. Да, для меня тоже деньги — это не, как Аня говорила до этого, это не просто монеты, это не просто купюры. Деньги — это энергия, которая даётся для реализации каких-то своих целей, задач, желаний. Это возможность отблагодарить других людей за то, что они что-то в твою жизнь приносят. Это возможность расширить свои возможности. Для меня это тоже ресурс. Я именно таким образом к этому отношусь. Если в моей жизни деньги отсутствуют в нужном мне количестве, для меня это тоже определённый опыт, который я анализирую. Да, и плюс деньги — это в том числе хороший эквивалент взаимообмена. Многие, не случайно появившиеся у нас, выполнили работу, получили деньги, определённую сумму. И это достаточно хорошая форма взаимодействия. Будет тяжелее, если мы уберём из-за нашего взаимообмена деньги и начнём тогда просить или требовать даже от людей, чтобы была оплата чем-то другим. Как говорится, легче заплатить деньгами. То есть деньги скорее облегчают много в жизни, чем усложняют. Если к ним относиться, так. Да, если не превозносить их. На самом деле я вот как-то несколько затрудняюсь представить себе, что деньги являются ресурсом. Но как инструмент я ещё могу себе представить. Инструмент для свершения чего-либо. Но ресурс — это уже что-то, мне кажется, другое. Если мы деньги ставим уже на уровень ресурса, мы как-то, наверное, подменяем какие-то цели в жизни. Тогда деньги будут уже не просто инструментом, они уже станут самой целью. Потому что любой ресурс — это цель. Любой ресурс необходимо добывать, и это становится уже целью. А когда цель жизни — это добывание денег как ресурса, не как инструмента, и применение как ресурса, не как инструмента, то в этом случае следующий шаг — это зависимость. Например, у нас сейчас есть зависимость от нефти и газа. Нефть и газ — это ресурс. И если мы не будем нефть и газ добывать, последний крох, который у нас остается, и продавать его куда-то, то в этом случае, лишившись ресурса, мы лишимся всего остального, в том числе и денег. Но ведь известно, что есть и другие варианты какие-то и так далее и тому подобное. Ну ладно, это как бы моя такая мысль вслух. Идём дальше? Да. Хорошо. Кстати, здесь был вопрос ко мне от Олега. Алексей, у меня к тебе вопрос. А почему решили сделать эфир о деньгах? Олег, я не решал сделать эфир по деньгам. Я всего лишь навсего предоставил возможность Юлии и Ане высказать свои какие-то наработки по этой теме. Потому что очень часто приходят вопросы, а вот как бы нам улучшить свой денежный составляющий, материальный фон, к примеру? Или а вот что делать женщине? А вот если я друг мужчины, не совсем состоятельный, то как же быть? И вот тут как раз Юлии и Ане, они так появились с этим предложением. Ну раз появились, значит, видимо, пространству и миру это надо. Кстати, ну а почему же вы всё-таки решили-то это сделать? Вот в самом начале как-то так вы говорили-говорили, но вот цель-то какая? Научить, ну просто поделиться или научить чему-то, или заставить о чём-то задуматься? Вот так, буквально в двух словах. Скорее поделиться, и правда, чтобы люди поставили какие-то вопросы и узнали о том, что те сложности с финансами, которые в жизни есть, они действительно решаемы. Это не раз и навсегда, а эта вещь, и можно это преобразовывать разными путями, которыми мы делились. В прошлый и наш был посвящён колесу баланса в жизни женщины, собственно, такой же самый баланс, он присутствует в жизни мужчины. И финансовая составляющая, она важна, для нас она важна. Понятно, понятно. Хорошо, идём дальше. Реплика в эфир от Виталия из Эстонии. Деньги никуда не исчезают, это уже было. Немножко он тут чуть-чуть изменил саму реплику, но я думаю, что и первой было достаточно. Вопрос в эфир от Данила. Какими качествами должны обладать мужчины и женщины, чтобы раскрыть способность к денежной, так сказать, энергии, в кавычках? Ваше видение, пожалуйста, благодарю за ответ. Так, официально, Ваше видение, пожалуйста, на стол. Вы несколько раз ответили уже на этот вопрос, когда говорили про… Обрыв связи. Алло. Алло, алло. Да, 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 что-то вылетели мы, да, наверное, на несколько секунд. Да на секунду, наверное, но всё нормально, это смотрю, продолжается у нас всё. Банкет продолжается. Отлично, тогда продолжаем. Повторю, что мы уже не в такой степени ответили на этот вопрос, говоря о том, что чем женщина… Каким образом женщина выбирает мужчине, мужчине, женщине, финансово, женщина, выделяющая уважение мужчине, как и самое главное качество уважения и вдохновляющая мужчина? Мужчина? Я бы, наверное, начала с того, что и мужчине, и женщине важно это уверенность в себе, это уважение к себе, это ощущение собственного достоинства, умение опираться на себя, чувствовать эту опору, это умение распределять свои силы, умение распределять своё внимание в том числе. Для мужчины это точно мужественность и ощущение себя мужчиной, а для женщины это, наоборот, её женственность, её энергичность, её спокойствие. То, чтобы мы, наверное, такие ключевые на данный момент, будем делать в качестве. Кстати, интересный в этот момент есть, что если женщина спокойна, то как раз-таки у мужчины будет преобладать уверенность в свой зарабатывании. А если женщина как раз-таки не спокойна, то у мужчины в семье будет очень много страха по поводу зарабатывать. Женщина как раз-таки не спокойна. Девушки, поближе, поближе к микрофону, удаляетесь, и пропадает звук. Мы не двигаемся, Алексей. Но будем сейчас, может быть, поближе, тогда подвинемся. Да, уж наклонитесь, надвисните над ним, пускай ему станет стыдно, зависнет так, надавите на него. Он уже краснеет от того, как мы нависли. Повторю, что вот это вот неспокойствие женщине наверное, идет от нереализованности, от какой-то из сфер, в которых она может реализоваться. Это женщина, напомню, как жена, женщина как женщина, и женщина как мама. Понятно. Профессионал, как человек, который имеет какую-то профессию, работу, подвиг и так далее. Вот пишут там, Алексей, звук пропадает. Да слышу, что звук пропадает. Но не могу я. Вы сейчас в Смоленске находитесь, да? Да, да, да. Ну далековато. Достал бы я до вас, конечно. Ну ладно, пока не достану. Так, Елена777, реплика в эфир. Такая гневная реплика. Готовьтесь. А можно попросить сказительниц не называть мужа и жену партнерами, а говорить хотя бы пара, семья, а, ну, наконец, муж и жена. Ну что такое партнёры? Ну, Елена, иногда ещё женщины и мужчины не перешли в стадии семьи, мужа и жены тогда. В партнёрство мы не вкладываем ничего отрицательного. Да. Само слово «партнёрство» — пара. Это что же вы такое, получается, за то, чтобы люди жили, так сказать, без семьи, а просто, как это сейчас у нас-то модно, пробнички, что ли? Нет. Мы скорее для того, чтобы с уважением относиться ко всем людям, которые сейчас и в паре, и без пары, и которые одинокие, у которых есть семья. Для того чтобы партнёрство мы вкладываем всё это многообъём всех этих слов. И пара, и семья, и муж, и жена, и мужчина. Ну вот я когда слышу слово «партнёр», мне говорят, что слово «партия», а партия — это какая-то или игра, или что-то такое, какая-то афёра, или какое-то действие. Мы вкладываем в это слово. Поэтому как-то вот меня тоже несколько робит, когда говорят «партнёр». Вот я понимаю, когда, например, президент какой-то страны говорит президенту другой страны. Наши партнёры. Ну, тоже так как-то интересно. Особенно если эти партнёры друг на друга ракетами нацелены. Ладно, идём дальше. Реплика эфира от Виталия из Эстонии. «Мир без денег теоретически возможен, но на практике это очень трудно сделать или реализовать». С ума сойти. Виталий в очередной раз там открывает Америку. Я-то думал, что так всё просто, а ты нам взял и всё испортил. Ладно, так, написано не по-русски, но я предполагаю, что Геннадий Романенко. Прошу по-русски всё-таки указывать свои имена, иначе я буду всех называть дядями Стёпами, а женщин – тётями Степанидами. Кто не по-русски пишет, мне непонятно. Вопрос эфир. А что для вас деньги? И как к ним относиться? Или как к ним относиться? То есть, с одной стороны, вопрос, что для вас деньги? А другой вопрос – как к ним относиться? Относиться вам или просто? Благодарю. Но вы уже так сказали по поводу ресурсов. Может, ещё что-то добавите? Нет, ресурсы – инструменты для реализации целей, желаний, которые у нас поставлены. Энергия, которая должна быть движением, которая не должна быть застоя, которая приходит и которую нужно легко принимать и с такой же лёгкостью позволять двигаться дальше. Да, и ключевое, как относиться – это точно спокойно как к приходу, так и уходу денег. Как к поступлению, так и отдаванию денег. Реакция на предыдущий вопрос по поводу партнёров. Когда я слово подбирал, тут не хотел никого. Вот я тут не хотел никого обижать. А вот Елена 777 написала – сожители. Так что вот так вот. У нас за словом в карман не лезут. Ну ладно, идём дальше. Реплика в эфир от Владимира Изматича. Деньги что в жизни, что в семье – это четвёртый приоритет управления. Он просто должен быть решён. Всё. Всё верно. Соглашаемся. Подписываемся. Владимир, мы же ты-то того не против. Мы не против. Да, только сам. Ну вот теперь такой конкретный вопрос. Ну чисто конкретно так. Владимир Изматич спрашивает. Здравствуйте. Юля, Аня, а сколько конкретно вам нужно денег в месяц? Так это, представляете, стоит такой мужичок в малиновом пиджаке, так и теребит внутренний карман. Юля, Аня, ну сколько? Давайте. Сейчас я вам это. Сколько надо. Ну так будете отвечать? Не будете? Имейте право не отвечать. Столько, чтобы хватило реализовывать свои желания и потребности. Да, да, да. Это каждый месяц будут свои желания, свои потребности. Это разные. И для этого нужна разная сумма. Ну да, что-то какой-то такой каламбурчик у нас получается. Дедушка, сколько тебе надо? Да, вот сколько есть, столько и надо, да? Да, да. А сколько надо, столько и есть. Ну ладно, идём дальше. Идём дальше. Елена777, вопрос в эфир. Здравия. Благодарю. Всё, о чём вы сейчас говорите, это просто обо мне. Вся жизнь – сплошное выживание. Нет примера сытой, богатой жизни. Именно для этого иногда смотрю какие-то художественные фильмы о богатых людях, но мало помогает. Что ещё вы можете посоветовать в этом? Важно, чтобы вы обратились именно к родовому уровню. Решение данного вопроса и увидели, что ваши предки, родители дают вам много ресурсов. Самое главное – это ваша жизнь. Не надо жалеть и отказываться от своей жизни, от успеха и хорошего, в память о них. Для этого вам поможет расстановочная работа, работа с гинограммой. Это то, что выведет из этого состояния. Есть родовые медитации, это дарности родителей, родители вкладки их мать, родители в роду. К микрофону, ближе к микрофону, надвисаем над ним. Вроде близко. Да, и ещё добавить, здесь скорее важно смотреть фильмы не о богатых людях, а скорее вам важно посмотреть наши отечественные фильмы и увидеть, что вы потомок одних из самых успешных людей. И для того, чтобы те страдания и ту боль, которую они прошли, было не напрасно, вам в своей жизни нужно сделать максимально успешную, счастливую и хорошую жизнь. И я бы тоже хотела сказать, что, наверное, нужно тоже посмотреть и поделить для себя что-то классическое для этой жизни. Можно, конечно, взять, например, людей, которые на улице живут без крова, иметь возможность иметь время для себя импульсировать. Такая ситуация должна быть. Плохо слышно опять. Сейчас попробуем ещё ближе пододвинуться, Алексей. Может, громче попробовать говорить? На распев, как в опере. Вот так вот, если мы будем говорить. Вот именно так, да, громко, отчётливо, декламируя. Микрофон сейчас. Дайте ему вообще по чекалышке, чтобы он себя нормально вёл. Хорошая рекомендация, возможно, для вас будет. Это в своём окружении общаться с людьми, которых, на ваш взгляд, как раз-таки хорошая, сытая жизнь. Ну, просто о богатых людях, ну, те, чтобы для вас будут, с кем вы можете сейчас общаться, и вы увидите, как мыслят они, как разговаривают, и в каких переживаниях на самом деле вы находитесь. И помочь себе через это тоже увидеть другую жизнь. Не через фильмы, через яркую, красивую картинку, а через реальность нашей жизни ближе к тому, что у нас происходит. Ну, ещё тоже я бы порекомендовала так немножко проанализировать свой сегодняшний день и посмотреть на него с позиции плюсов, посмотреть, что у вас всё-таки есть, и попробовать поблагодарить этот день и себя за то, что у вас это есть. Как Аня и говорила, что когда мы находимся в ситуации такого минуса постоянного, перенести сразу в такой большой плюс очень сложно. Нужно вначале хотя бы выровняться до такого нулевого состояния, когда нет необходимости постоянно брать кредиты, одалживать деньги, и только уже потом производить дальнейший рост. И для меня очень хорошим таким ресурсным состоянием является посмотреть в своё настоящее и увидеть, что хорошего в нём есть сейчас. И я всё-таки к самой формулировке, да, сытой, богатой жизнью, могу сделать предположение, что в вашем роду люди или умирали, или перенесли тяжёлый голод. И этот страх есть, он передаётся, и вам про это хорошо, если есть возможность об этом узнать, проявить уважение к этим людям и поставить черту, что это было в их жизни, это их судьба, а в вашей жизни уже по-другому, что вам не надо голодать для них. В их жизни уже всё случилось, всё произошло. Вы помните, и в вашей душе, в вашем сердце для них есть хорошее место. Вот на это обратите внимание. Понятно. Елена, 777. Вот богатые тоже плачут, поэтому не надо смотреть фильмы о богатых людях по некоторым причинам. Первое, потому что это фильм, и, скорее всего, художественный, а, скорее всего, даже малохудожественный. Скорее всего, какой-то это полусериал, который совершенно основан на придуманной истории. А если, Елена, ты смотришь то, что выдумано, то вопрос, какую пользу в реальной жизни ты хочешь от этого получить. Ну, фантазии, они есть фантазии. Это первое. Второе, а что ты хочешь узнать из этого фильма? Чему ты хочешь научиться? Ну, что там, программа к действиям какая-то? Ну, про богатых посмотрела, слеза скатилась в чашку холодного чая, и что дальше? Ну, и в-третьих, вообще перестань смотреть телевизор. Зачем тебе надо-то тратить время своё, жизнь свою, не на себя любимую, а на зомбоящик? В чём смысл твоей жизни тогда? Ты живёшь чужой жизнью, ты смотришь чужую выдуманную липовую историю. А твоя жизнь где? А в своей жизни ты страдаешь от того, что у тебя постоянно чего-то не хватает. Займись тем, чтобы в твоей жизни хватало. А ты подкармливаешь их своей энергией, своим вниманием, своими, в конце концов, деньгами, чем угодно. А потом говоришь, что-то у меня энергии не хватает, жизнь какая-то коротенькая, и вообще у меня как-то всё не так. Да ты же сама их подкармливаешь. Ты уж определись, кто ты в этой жизни, донор или человек. Если донор, ну в этом случае всё нормально, хорошо. Ты хорошая батарейка, типа дюрасел, зайчик, который на барабанчике долбит. Всё хорошо, замечательно. А если ты человек, то тогда зачем тебе смотреть за какими-то выдумками, тем более по какому-то слишком уж голубому экрану. Идём дальше. Вопрос эфира Татьяны. Всем здравия. Скажите, а что делать, если есть финансовый блок по родовой линии отца? У родичей по линии отца всегда есть финансовые трудности. Осознание есть, а вот как проработать, не знаю. Благодарю за ответ. Помогите проработать. Сделайте долгое дело. Есть четыре. Есть четыре ключевых, наверное, момента, каким образом вы можете работать с данной темой. Первое – это индивидуальная работа с системным уровнем. Это расстановки, это работа с гинограммой о том, что я говорила. Второй момент – вы можете выписать все установки, все события, которые были с этим, с линией отца у вас связанные, и распаковать те послания, те события, которые там были, через то, с чему они хотели научить. Например, могу на примере фразе, там «деньги приносят несчастье и заботы», а на самом деле род через это защищал от голода, от смерти и передавал ценность жизни, и передавал свободу от денег и независимость, от наличия денег в жизни. И вот так нужно сделать с каждым посланием, с каждой ситуацией, которая вам известна, в ситуации с вашим отцом и родовой линией, высказать и проявить признание данной ситуации, сказать благодарности слова, это прям записать для себя, что там «благодарю», род отца и отца в том, что там «заботились о ценности моей жизни», о том, в зависимости от тех установок, которые были переданы, и присоединять к ценности жизни о том, что и деньги важны для того, чтобы жить в настоящее время. И, конечно, это консультация и групповая работа к тому, что тех способов, инструментов, которыми мы работаем. Так, понятно. Вот Елена 777 написала «Да, у меня мама голодала». Вот. Ладно, идём дальше. Вадимир Змотеевич. «Если моя супруга начнёт работать, и дети будут с переполненными памперсами, и дома беспорядок, будет тратить целый день непонятно на что, и денег толком не заработает, поэтому супруга отвечает за дом и детей, а я за всё внешнее. Внешние отношения включают доставку денег в семью. Юлия и Анна, «Представляете, какой хаос начнётся, если мы местами поменяемся, и это натуральный конец света произойдёт». Обратите внимание, очень вежливо, без лишних слов матерных он это всё высказал. Владимир, мы уже никоим образом не предлагаем поменяться местами. Мы говорим о том, что самый такой гармоничный путь – это когда в семье есть возможность диалога, когда муж с женой разговаривает и… Договариваются о том, что вы, в принципе, с своей женой сделали, вы разделили обязанности, распределили свои функциональные роли, а это устраивает вас, вашу жену, и вы счастливы в этом. Замечательно, да. У кого-то в семье будет совершенно другой пример. Где-то будет работать муж, где-то будет работать жена, и им будет комфортно в этом. Они будут находить точки соприкосновения, как финансы распределять в своей семье. Поэтому здорово. У вас замечательный пример. А вот скажите мне, насколько на самом деле вы серьёзно считаете, что женщине необходимо работать где-то, вот именно так работать, как это сейчас многие себе представляют. То есть встала с утра, пошла на работу, отработала, вернулась домой. Опять встала с утра, пошла на работу. И так вот каждый день, исключая выходные дни и отпуск. Алексей, я… Моё мнение, что это совершенно индивидуальная ситуация. Если женщина находится в семье со своим мужем, то это одна ситуация. Если женщина одинока, это совершенно другая ситуация. И необходимость женщины работать или не работать, это тоже определяется женщиной и договорённостью в семье. Если у женщины есть потребность выходить из семьи, если есть такие возможности, ей нужно для этого реализоваться, то в этом нет ничего страшного. Так, я уточню так. Мы говорим про семью. Мы за традиционные славянские-русские отношения, где есть семья. Семья – это не только мужчина и женщина. Семья – это всё-таки дети, поскольку мужчина даёт своё семя, потому называется семья. То есть его это семя в этой семье заложено, а значит, есть дети. И дети – это не один ребёнок, чтобы был как собачка заведённая, а всё-таки некое количество достаточное для того, чтобы семья была полноценная. Я не про эти, в кавычках, многоценные, многодетные семьи, состоящие из трёх. Я про настоящие семьи. Так вот, у меня вопрос после этих всех уточнений. Насколько вы считаете, что всё-таки женщине необходимо, и дальше я повторяю, с утра встать, пойти на работу, отработать, вернуться, с утра встать, отработать, вернуться, исключая выходные дни и отпуск? Мы говорили не про необходимость, а мы говорили про женскую реализацию как специалиста-профессионала. И в чём эта женщина, и какой путь выбирает, это каждая женщина решает сама. Сейчас достаточно много способов, она может это делать, не выходя на работу. Здесь мы не транслировали про этот момент, что женщине необходимо выходить на работу с утра и до вечера. Я понял. Вот здесь есть маленькое уточнение. Известен психологический такой вариант, когда человеку кажется, что он сам что-то выбирает. Знаете это, да, наверное? Рассказывать не буду. Когда создаются все условия, ему ездят по ушам, вкладывают в какую-то программу, а потом говорят, ну ты же сам выбрал. Это примерно то же самое, как с выпивоном, то же самое, как с курем, с наркотой и с какими-то другими прочими делами. Когда говорят, ну человек же сам же выбирает пить, не пить, курить, не курить, налево ходить и так далее. Нет, я не согласен здесь. Здесь человеку создаются условия для того, чтобы якобы он выбирал. На самом деле ему вкладывается программа, вбивается программа, его ставят перед фактом. И в конечном итоге для него становятся нормы, ну через окна Вертон или через что-то ещё, что не будешь работать, ты будешь не как все. Ну а как же без работы-то жить? Работать же надо. И в этом случае тогда происходит то, что сейчас происходит, когда семья не является как таковой семьёй, по большому счёту. Это некое подобие семьи, где два сапога пара вкалывают где-то там, потом приходят изнемождённые с работы и после этого начинают спорить, кто там тапочки на место не поставил, кто там ещё что-то сделал, кому сегодня стирать, а завтра убирать, и послезавтра ребёнка везти куда-то и так далее и тому подобное. Вот мне вот такие отношения кажутся неестественными, потому что в этом случае тогда сама суть семьи не проявлена, и тогда женщина не проявляет себя как женщина, а мужчина в частности тоже себя не проявляет как мужчина, потому что он становится на равных женщиной. И отсюда многие комплексы идут, потому что некоторые женщины умудряются зарабатывать больше, чем мужчины. Я думаю, что вы это прекрасно тоже без меня знаете. Так вот, когда кто-то сделал так, когда нам стали рассказывать, что женщина должна работать, а именно так, женщина должна работать, женщина должна идти в институт, чтобы получить какую-то квалификацию, чтобы получить какое-то образование, чтобы потом сделать какую-то карьеру. А если есть образование, которое ведёт свою карьеру, не просто образование, чтобы быть разумной, умной, здравомыслящей, чтобы своих детей научить и чтобы мужу помочь, а именно сделать карьеру, то в этом случае тогда её ставят в рамки, что она так же, как и мужчина, вкалывает. А это говорит о том, что заниматься семьёй и детьми, детьми, не ребёнком, а детьми, и семьёй, состоящих из детей, и семьёй, где есть муж, глава семьи, уже как-то будет второстепенно. То есть поставили в рамки, вбили программу, а теперь сказали, ну она же сама выбрала карьеру. А потом многие женщины плачут, потому что, как таковой семьи не было, ребёнок потом развернулся и ушёл, потому что он мамы не ощущал в этой, так сказать, женоподобной вумен-бизнес и так далее, и тому подобное. Это же очень серьёзная проблема на сегодняшний момент. И когда мы говорим о том, что женщина должна заниматься собой в том числе и с точки зрения карьеры, это же её выбор, то не подменяем ли мы местами кое-что, не уничтожаем ли мы некие основы, которые являются основой всей жизни на Земле? Смотрите, Алексей, похоже, ну не знаю, может быть, вы услышали так, но мы говорили как раз-таки не про карьеру и не про долженствование и не достижение. И как раз-таки обозначали, что стремление женщин к карьере, стремление женщин к реализации в бизнесе, в большом количестве денег — это приводит как раз к разрушению женщины по многим вообще сферам её жизни. А скорее мы про именно реализацию как специалиста, как профессионалов, которые именно в зоне её интересов того, что она хочет, а не про то, что она должна выходить на работу или должна что-то там делать, куда-то отрабатывать. Скорее то, что вы говорите, я соглашаюсь с этим, и это действительно так, это достаточно сложный вопрос. И семья — это сейчас большой кризис претерпевает в связи с этим. И отношения между мужчинами, женщинами в том числе. Да, а женщина может себя реализовывать в семье, заниматься детьми. Например, если она прекрасно пишет стихи, ей это хочется делать, она может этим делиться с другими людьми тоже. Это вариант её реализации, если женщина там вышивает красиво. Да, и здесь такой момент, что есть женщины, и их тоже немало, которые выходят в работу и не приходят умотанные и уставшие. Есть женщины, которые как раз-таки, которые экологично сочетают все эти реализации. Они приходят домой, у них много сил для того, чтобы заниматься детьми, для того, чтобы уделять внимание мужу. И это скорее мы про вот эту историю говорим. А то, что когда два человека просто приходят уставшими с работами и это называют семьёй, это, конечно же, не так. Да, Анна, вопрос такой. Хорошо. Вот женщина нашла работу, где она не устает. Казалось бы, на первую очередь прекрасная. Позавидовать же, непыльная. Такая работа. Сидит, не устает. Всё хорошо, замечательно. Но у меня маленький вопрос. Если мы говорим про семью, а раз семья есть дети, а дети с кем? Кто занимается детьми? Смотря до какого возраста вы имеете? Ну нет, подождите. Известно всё, что ребёнок увидит. Чем младше, тем больше это относится к нему. Он всё это впитывает в себя. Если кто-то его воспитывает, ни мама, ни папа, это называется подкидыш, эффект подкидыша. Да. Так, и получается, что мама какое-то время с ним побыла, грудью покормила, потом говорит, всё, баста. Не могу больше дома сидеть. Пошла-ка я на работу, где уставать не буду. Да, она немного не будет приносить, но я же имею право. Ну я же. Чего же я? Я не могу так. Слушай, там подруги, они все работают. Я пошла. А ребёнку куда? А ребёнка в ясли, потом в сад, потом в школу им займётся, потом в институт. Будет наш ребёнок, как все. Такой правильный, хороший ребёнок. И пошла работать. А ребёнок сам по себе. То в детском саду, с какими-то там, может быть, психованными нянечками или с какими-то там недоразвитыми воспитательницами. Уж извините, такие встречаются. То в школе сам себе, потом подворотня, потом телевизор, потом интернет со всякими делами. А потом мама с папой. И в кого же ты такой? Ну прям, бабушка порядочная, дедушки порядочные. Мы вроде такие нормальные люди. Но ты-то в кого такой? Или такая? Где ж твой стыд-то? А ребёнок говорит, вы бы себя спросили, когда я маленькая была или маленький был. Где же ваш-то стыд? Где же ваше здравомыслие? Вы же деньги зарабатывали. Вы же говорили, как все. Ну вот, как все и получаете, как все. А я воспитан детским садиком, школой, подворотней, интернетом, телевизором, где дом 2. Ну, как-то так. Да, но при этом много семей, в которых много детей. И не только много детей. И мамы на нервном истощении кричат, бьют детей. И это ситуация очень хуже. Ну давайте сейчас рассмотрим. У меня вопрос в том, что это зависит от... Для меня нет определения такого, чтобы всех под одну гребёнку. Каждая семья должна решать свою историю и её творить лично. Каждое отношение конкретных в семье что-то происходит, и каждый делает этот выбор. А говорить, что нужно жить только так или только так, ну, для меня это неприемлемо. Я тут абсолютно сам соглашаюсь. Понятно, понятно. Идём дальше, читаем. Так. Так, так, так. Ну это непонятный вопрос. Реплика, вернее. О, Елена 777. Вопрос эфир. А как включить жадность? А для чего вам, Елена, включать жадность? Не знаю. Вот я, Елена, ответить не могу. Ну, пожалуйста. А реплика от Виталия, это имелось в виду про то, что мы сказали, что не тратить, а вкладывать. Заменить фразу в трате, то есть можно говорить, я трачу на себя, трачу на семью. А заменить её на то, что я вкладываю в себя, в семью, и это будет приводить к возвращению денег. Хорошо. Так, ну вот разобрались. Идём дальше. Лена 777. Если ты сможешь ответить, зачем тебе включить жадность, нужно напиши, мы как-то будем там разбираться, как включить или наоборот выключить. А то получится. Если у вас есть фонтан, заткните фонтан, дайте ему отдохнуть. Реплика эфира от Виталия из Эстонии. Нам внушили мысли о том, что без денег у человека ничего не будет. Ну да, внушили. Миколаичи Страховки. Вопрос в эфир. Как можно тем, у кого раскулачили родню, вернуть их, или лучше сказать, настроиться на деньги и место денег в жизни? Про это уже несколько раз говорили, о том, что существует много работы. Системная терапия называется. Расстановочная работа. Работа с теми посланиями, которые идут через родителей, через бабушек, дедушек. И такие послания, которые, казалось бы, негативный характер, с отрицанием носят. Нужно искать то, что положительного пытались донести через эти послания представители рода, давать этому признание и из этого делать свой выбор. Да, и через это возвращается очень многое, решается. Хорошо. Варлег. Вопрос в эфир. Девушки, знакомы ли вы с проектом «Венера фреска»? Какое отношение к этому проекту? Проекция «Золотой век» «Справедливое общество» с отсутствием денежно-финансовых отношений. Знакомы, нет? Нет, не знакомы. Знакомы. Понятно, идём дальше. Вопрос в эфир от Данила. А что для вас означает словосочетание «магия денег» или «денежная магия»? Возможно, приведёте примеры из практики жизни. Благодарю за ответ. К сожалению или к радости, но не использую ни магию денег, ни денежную. Магию в своей жизни и в своей работе. У нас это, скорее, просто что-то естественное, то, что происходит в жизни. Отношения к этому. Ну и для меня, если что, значит, это словосочетание, это большое заблуждение, которое транслируется для людей, что можно какие-то сделать магические действия, что в жизни тогда деньги появятся. Для того, чтобы деньги появились, необходимо много различной как внутренней, так и физической работы проделать. Идём дальше. Вопрос эфира от Евгения из Самары. «Как женщины определяют ценность той или иной награды, подарка от сердца мужчины ей, если мужчина захотел подарить ей что-то ей по цене не самой высокой, но по душе и по его интуиции, сформировавшей этот сюрприз ей, как очень ценный на тот момент его сформировавшегося взгляда, его пытаясь сделать ещё счастливее». Её сделать ещё счастливее. Сделать счастливой женщину нельзя. Счастье первоначальная женщина внутри неё для начала определяет ценность той или иной награды. Как женщины определяют ценность? Про себя только можно сказать. Аня не говорит про всех женщин, как ценность. Ну так всё-таки, ладно, тогда от себя. Я вам, конечно, не скажу за всю Одессу, но за себя. Я так понимаю, Евгений спрашивает, в состоянии ли женщина обрадоваться не очень дорогому, но душевному подарку. Ну, я очень рада. Для меня точно здесь вопрос не стоимости вещи, а искренности отношений, которые есть между мужчиной и женщиной. Ну, вот здесь так. Хорошо. Реплика в эфир от Владимира Зматиевича. Спрашивали, как это у меня распределяется. А я скажу, как у меня распределяется. У меня есть банка из-под тушёнки. Я её наполняю деньгами, а супруга оттуда берёт. Если банка опустошается, супруга мне об этом сообщает. Я в ответ сообщаю дату, когда будет банка наполнена. Всё, что влазит в банку, это оперативная касса, а что не влазит в банку стратегический запас, который в моём распоряжении. Супруга не знает, сколько я зарабатываю, а я не ограничиваю расход из банки. Чудесный опыт. И чудесный опыт, если вам в нём комфортно и гармонично. Но это же здорово. Для вас вот так… Вот это вот ваша история, ваша здорово. У кого-то по-другому. Понятно. Идём дальше. Вопрос эфир от Подсолнуха. Здравия, Юлия и Анна. А если в один прекрасный день наш мир станет безденежным, каким образом девушки будут себя реализовывать? Что изменится для девушек в их желаниях, потребностях? Благодарю за ответ. Давайте немножечко, как говорится, помечтаем. Ну вот вопрос от Подсолнуха. Для меня вряд ли что-то изменится, потому что для меня реализация, моя реализация, она приносит мне деньги уже во вторую очередь. Я сейчас занимаюсь своим любимым делом, я сейчас делюсь с женщинами. Кроме того, что я занимаюсь психологической работой, я ещё являюсь инструктором по вопросам естественной красоты, естественного здоровья и молодости. Это тот очень уже большой опыт, который я накопила собственной, и я этим делюсь с огромным удовольствием. У меня много накоплено знаний, которые мне хочется отдавать другим женщинам прежде всего. И вот за это ещё мне приходят деньги. Но первично для меня моё желание — делиться. Поэтому для меня скорее в этом смысле мало что изменится в моих желаниях. Мне интересно обсуждать мир реальный. О том, станет мир безденежным или не станет, это большой вопрос, и можно в разные грёзы, философствования уйти. Деньги в настоящем, деньги живут в настоящем. И для меня женщина реализация — это не в деньгах. И мы про это говорили. И женщины и сейчас реализуют себя не в деньгах. Поэтому в этом плане ничего не изменится. Женщины реализовывали себя в любви, в семье, в отношениях, в детях, в своих идеях, в своём творчестве. Это не поменяется. Это всё. Хорошо. Вопрос в эфир от Владимира Измытищ. Уважаемые девушки, ответ про сколько вам надо не засчитан. Если вы не знаете, сколько вам надо денег, как вы собираетесь управлять семейными финансами? Как Владимир Владимирович на днях сказал, да вы что там, с ума посходили? Так вот, он про банку же привёл пример свой, Владимир Измытищ. Он прекрасно знает. В эту баночку влезает вот столько-то тугриков. И как они заканчиваются, жена ему говорит. Он говорит, через два дня у тебя будет новая баночка, вернее, та же баночка с новыми денюжками. Она прекрасно знает, жена его, что мне нужна банка с деньгами. Из-под тушёнки. Ну вот вы что скажете? Владимир, я могу сказать, что я в управлении семейными финансами расслабляюсь. И как я и говорила, что благодарю, принимаю то, что есть на данный момент. А те желания, которые у меня есть, которые, как бы, свои желания, которые мне хочется, чтобы они реализовались в будущем, я знаю, сколько они стоят. Для этого деньги тоже приходят. А мне интересно, Владимир, для чего вы хотите узнать? Владимир, ты шпион. А ну-ка, давай признавайся. Может быть, из какой-то финансовой структуры. От этого вопроса или получения ответа. Может быть, он в какой-то финансовой структуре, там, рядом со Смоленском обитает, чтобы там подцепить. И сказать, ага, прокололись, а я себе звёздочку новенькую на погонке. Так, ладно. Миколаевич, вопрос в эфир. Как вам фраза? «Не жили богато» и «не хрен начинать». Извините, как написано, так считаю. «Мама говорит её постоянно». Вот такая интересная фраза. Ну, мама выбирает для себя такую жизнь. Это фраза, которая передавалась раскулаченными предками, которые теряли. Которые в какой-то момент, когда поменялась жизнь для крестьян, наработали, и у них появлялись излишки, которыми они могли располагать, и они потом лишились. И это было больно, это было страшно. И люди в том числе умирали. Поэтому через эту фразу мама говорит и помогает вам ценить жизнь. И вам важно её благодарить за это. И, как мы и говорили, прибавлять к этому, что да, мама, благодарю, спасибо за то, что ты мне это показываешь, что ценность жизни важнее, и комфорт моей жизни сейчас важен. Поближе, поближе к микрофонечку. Что жизнь — цена, здоровье — цено, и деньги сейчас в наше время тоже. Через это вы будете соединяться с ресурсом, который есть в роду, через эту фразу вам переданный. И это перестанет быть ограничением в вашей жизни. Понятно. Понятно. Елена 777, реплика. «А у меня есть знакомая. У неё семеро детей. Она работает непыльно, но ради денег». Вот такая реплика. Это реплика. Да. Хорошая реплика. Я не знаю, знакомая она как. Ну, сейчас у неё, кроме семи детей, семья полноценная. В смысле, мужчина там всё такое. Идём дальше. Мертгард Земля. Реплика в эфир. «Здравие, о чём вы говорите? Посмотрите на новое поколение. Какие дети? Никто не хочет воспитывать детей. Наше государство всё для этого сделало. А девушки в эфире демагогией занимаются». Это такой кирпич в вашу сторону. Я бы не говорила про то, что никто не хочет воспитывать детей. Совершенно разные семьи, совершенно разные люди. И много семей, которые воспитывают своих детей, занимаются. Поэтому спасибо за ваше мнение. У нас другое. Хорошо. Кстати, демагогия, если кто не знает, это всё-таки не наше слово. Означает она. Гог — это предводитель, кто-то вводит. А демос — это люди. Те, которые что-либо решают в этом мире. То есть те, у которых есть хозяйство, есть рабы, есть некий достаток. Вот демократия отсюда происходит. И поэтому демагогией, наверное, вы здесь не занимаетесь, на мой взгляд. Никак. Не проходит этот вариант. Ну ладно, идём дальше. Елена 777. Вопрос в эфир. «Можете ли вы посоветовать какие-нибудь лекции или лектора для решения проблем с деньгами?» Вот прям так, быка за рога. Ну мне очень понравилась книга Людмилы Голубовской. Называется «Деньги от Бога». Очень маленькая книжица, но помогающая очень многие вещи увидеть в себе и поменять отношения к финансовой стороне своей жизни. По крайней мере, мне она помогла очень. Это единственный совет будет. Сейчас Анна подключится. Из лекций и лекторов я не могу порекомендовать. Ну себе порекомендуй. Да, я хотела про это сказать, что мы можем порекомендовать себя, но и вообще рекомендовала бы практические занятия, которые вы можете использовать, потому что через лекции вы не всё решите. Есть вещи, которые важно пережить во всех этих вещах, трудностях финансовых. Тогда они уйдут и не будут вас беспокоить больше. Угу. Хорошо. Ирина Серебро из Ютуба. Девушки, а вы замужем или нет? Если да, то как себя реализовываете в семье? Не в обществе, а в семье? Ответ да. Реализуем себя как женщины, жёны. Да, я замужем, у меня дочка. Реализуем. Печём пироги, делаем праздники совместные. Собираемся большой с семьёй, навещаем родителей, братьев, сестёр. Отдыхаем вместе. Отдыхаем вместе, да. Хорошо. Готовлю. Идём дальше. Идём дальше. Леплика эфира от Владимира Азматича. Зачем мне нужно знать, сколько денег нужно вам? А может, я хочу супругу проверить? Шутка. А если серьёзно, хочу сделать оценку уровня жизни по нашим регионам. Вот такой социальный опрос в живом эфире Владимир проводит. Вот так вот. Ну ладно, ладно. Так что-то меня терзают смутные сомнения. Владимир, как-то ты всё это вот прям не просто так затеял. Ну ладно. В общем-то, я так смотрю, а вот… На Владимира реплику чуть-чуть отвечу, наверное, что не надо оценивать уровень жизни по регионам. Все регионы живут по-разному. И в каждом регионе живут люди по-разному. И уровень жизни зависит не от региона, а тот, который вы сами себе создаёте. И сделаете. Как бы вы сейчас с этим не пытались поспорить. Так вроде он не спорит. Идём дальше. Я думаю, что можете сейчас написать. А поспорь. Владимир. Я не знаю, какие он написал. А давай поспорим. Давайте поспорим. Давайте диспут устроим. Елена777. Вопрос в эфир. Раньше женщины реализовались в благотворительности многоточия, в милосердии многоточия. А сейчас женщины работают за деньги. Не является ли так называемая современная реализация женщины подменой? Ну, большой вопрос, о каких женщинах идёт речь. Большое количество женщин реализовывалось далеко не в благотворительности. Благотворительность была узкой сферой некоторой части нашего населения. Многие женщины работали, к сожалению, тогда даже не за деньги, а просто за еду, за хлеб, за ночлег, за то, чтобы их не били. И это, скорее, большой вопрос. Это какие-то времена берёте, чтобы их не били. Женщины работали, чтобы их не били. Это что? Я стою перед вами, простая русская баба, мужиком битая, что ли, из этого фильма? Это что это такое за дискриминация женщин, я слышу в нашем эфире? Что такое «забяка» вылезает? Это про какие времена? Когда это женщину били на Руси? Это, скорее, у меня большое возмущение к тому, чтобы женщины реализовывались в благотворительности и милосердии. А, понял, это психологический ответный ход. Да, да, да. Понятно. Другую докрайность показать. Короче, Елена Симовна, ты докрайности доведёшь до греха. Так, Ната Натановна, а деньги скушать можно? Такой с подвохом вопрос. Напоминает мне анекдотичную ситуацию, когда любовника в сейфе закрыли и уехали отдыхать. Когда вернулись, он последний рубль даже увол. Ну да, не буду дальше. Ну, что-то скажете на это или уже как бы всё понятно? Мне кажется, что вопрос, не требующий ответа. Понятно. Как индейец один отвечал, да. Люди, когда вы поймёте… Не будешь. Ну да. А вы знаете, вот сейчас я такую темочку от себя хочу поднять. Ещё у нас немножечко времени есть, если, конечно, вы не возражаете. Вот смотрите, какая интересная ситуация. Когда в семье лад, когда мужчины и женщины понимают, что они мужчины и женщины, когда каждый занимается своим делом, то женщина всегда найдёт возможность реализовать себя как женщина, быть берегиней, быть хранительницей, направлять своего мужчину и поддерживать его в жизни. Береги не мужчиной быть, а не только очага. Ведь сколько известно случаев, когда просто женская любовь, берег женский, они спасали мужчину от многих неприятностей. Как будто бы он рассказывал, как будто ты за моей спиной стояла, как будто бы и снаряды, и пули, и осколки от меня отводила. Вот. И в более древние времена такое же было. И в этом случае женщине всегда было заняться. Её реализация была в этом. И она себя чувствовала настоящей женщиной, ведущей, знающей, сильной, мощной. От неё зависел сам мужчина. Сам мужчина от неё зависел. Тот, который глава семьи. А мужчина понимал, что дома его ждут. Он стремился попасть домой. Он стремился принести в дом самое лучшее. И он стремился угодить своей супруге, сделать дом полной чашей, чтобы у него дети были здоровые, чтобы их было много, чтобы девочки, они такие же были ласковые, нежные, как жена, а мальчики такие же сильные, самостоятельные, как он. И вот обратите внимание, в те времена, про которые рассказываю, я не беру вот эти вот чёрные, чернушные времена, те, которые светлые, в те времена Россия, рассеяние, она была огромнейшая. А когда стали разрушать это все понятия и приравнивать мужчину к женщине, когда появились шариковые швондеры с этими женщинами в кепках, которые хорошо булгаковым описаны в кожанках, вот тогда и как-то стало всё рушиться. В конечном итоге, посмотрите, где-то древнее рассеяние огромнейшее, занимавшее всё северное полушарие, где-то империя огромнейшая, как бы её там хвалили и не ругали, где-то Советский Союз, наследник империи. Ну как-то мы так складываемся, складываемся, складываемся. Может быть, это европейская толерантность, европейские взгляды, вот это вот все приемлющие, когда, ну это каждый решает за себя, а при этом телевизоры днём и ночью пашут, чтобы вот это вот решение, оно было правильным для тех, кто и телевизионные программы делает, чтобы дети теряли связь с своими родителями, чтобы семья становилась не семьёй, а так партнёрами, где есть ребёнок какой-то. Ну а если партнёр одного пола, ну и ничего страшного, с кем не бывает, как говорится, один раз не контрабас. Может быть, здесь какая-то проблемка у нас? А давайте какой-то вопрос немножко рассмотрим. Мне кажется, что мы никаким образом не противоречим друг другу. Поближе к микрофону. Мы про это же и говорим. Да, мы не пытаемся что-то другое донести, мы именно про это, про то, что женщина, вот то, как ты, Алексей, описывал, она действительно реализуется в этом максимально. Ну что, здорово, здорово. Ну вот, Витя... Вашим словом. Очень откликается и то, как хочется, чтобы действительно было в семьях, в России. Слушай, женская заговорила внутри, да? Так и сказал мужик, а женщина-то слушает, да? Любит-то ушами, и пробила, и растеклась, и к мужскому плечу прильнула. Ах, какие слова! Как я так хочу жить! Девчонки, а как мужики-то так хотят жить? Может, пора уже, а? Пора-пора. Ладно, читаем дальше. В общем, я понял, обсуждение не получилось. Идём дальше. Мидгард, земля, реплика эфира. Ведущий очень прав! Три восклицания знака, понятно? Мидгард тоже три восклицания поставил. Очень прав, очень прав. Гордитесь мною, а? Да, гордюсь. Как ты себя так прям это... Прямо это вот того. Вопрос эфира от Владимира Замедевича. Девушки, вы всегда уходите от ответа на конкретные вопросы. Ну, вообще, ну, что за дела такие? Как ваши супруги поймут, что вам нужно, если вы уходите от ответов? Наши супруги в курсе наших ответов конкретных, но вы не наш супруг. Я хотел сказать, Владимир, ну, ты же не их супруг. Но тебе-то чего-нибудь тайны мадридского двора рассказывать? Они же со своими мужиками сами разберутся как-нибудь. В принципе, вы скажете, дорогой ты мой, баночка с под пышонки опустела. Я, конечно, себя реализую, как женщина там где-то, но всё-таки баночка-то пуста. Да. Ну, ладно, идём дальше. Виталий из Эстонии. Реплика в эфир. Виталий, ты прям это, сегодня золотую медаль по репликам хочешь получить. Психические и душевные, в кавычках, проблемы влияют на семью. Бабамс! Вот опять. Да, очень влияют. Очень сильно. Мы про это говорили. Ну, ясно. Хорошо. Если мы обо всём поговорили, если вас на дискуссию развести не удалось, то не будем дальше. Я предлагаю уже в конечном итоге, поотвечавши на вопросы наших радиослушателей и ответив, прореагировав на реплики Виталия, в частности, из Эстонии, уже подводить какой-то итог сегодняшней нашей передачи. Вот давайте так. Как мы можем подытожить сегодняшнюю передачу? Вот говорили мы долго. Что в конце-то мы скажем? К чему призовём? Может быть, на баррикады? Может быть, за эмансипацию? Может быть, ещё за что-то? Ну-ка, давайте-ка раскроем глаза нашим радиослушателям и зрителям канала Ютуб. Где, где жирная черта? Наверное, такую жирную черту, Алексей, ты подвёл, описывал. После, да, ваше слово. Чудесную совершенно ситуацию, которая в семье происходит. Ладно. Мужчины и женщины. Владимир, ушли, вышли. Давайте тогда желать что-нибудь. Исходя из нашего эфира «Деньги в жизни женщины», давайте что-то будем желать нашим радиослушателям и зрителям нашего канала в Ютубе. Вот так вот, по-простецки, по-свойски, по-женски. Я бы очень хотела пожелать новым женщинам, потому что всё-таки мы же заявили тему «Деньги в жизни женщины» «Расслабиться в этой теме, довериться своим мужчинам, довериться своей интуиции и никогда не заменять деньгами свои желания, свои потребности, свои чувства, свои эмоции. И мне кажется, что вот в таком состоянии, состояние доверия своему мужу, своему мужчине, эти деньги, они будут всегда приходить изобильно в вашу семью. Мне хочется пожелать благополучия в душе, мира в семье и финансового благополучия всей семье и всем людям, которые нас слушали. Тоже хорошо. Прямо душа отвечает. Ну что ж, ну что ж. Вот такой у нас получился интересный эфир. От себя, ну если хотите, тоже что-то добавлю от себя. Так, чуть-чуть, чтобы не наглеть особо. Дело в том, что моя точка зрения такая. Деньги являются инструментом. Инструмент нужен для достижения какой-либо цели. Ну вот представляете себе, например, плотника без плотницких инструментов. Ну что за плотник, да? Что он там, ложкой что ли будет что-то делать? Ну или токаря без токарного станка. Ну что он там, токарит, да? Поэтому если у вас есть какая-либо цель, то и инструмент, подобающий для этой цели, будет дан. А если вы понимаете, кто вы в этой жизни, то вы тогда сразу себе как-то так отметите, что для вас нет ничего закрытого в этой жизни, для вас нет каких-то пределов сверх того, что вы можете в этой жизни сделать, сверх того, кем вы являетесь. Поэтому, на мой взгляд, если вы хотите, чтобы у вас был лад да достаток, вам необходимо жить так, как то указывает ваш рог и так, как ваша судьба предписана. Рог и судьба не буду расшифровывать, они имеют отличия. Просто так закинул удочку на будущее эфира. И если вы понимаете, кто вы в этой жизни, то вам и даются такие обстоятельства, которые вам будут необходимы в этой жизни. Если вы не понимаете, вы будете тыркаться, как слепой котёнок, вправо и влево, будете смотреть, как у кого-то что-то получается, будете хвататься за то, что вам не свойственно. В конечном итоге будете всё делать куром на смех. А если у вас есть понимание, кто вы в этой жизни, вы понимаете цель своей жизни и что вы должны сделать в этой жизни, то тогда и обстоятельства, и ресурсы, и инструменты будут вам даваться. И вас судьба научит, рог вас продвинет, в вашем окружении найдутся нужные люди, где-то партнёры, а где-то близкие, где-то родственники, где-то будет правильная семья. Вот только так. Просто мечтать о деньгах, об инструменте глупо. Встречала людей, которые увешаны, вот у них заходишь в дом, у них вся стена увешана саблями. И каких-то только там сабель и мечей нет. Какого холодного оружия только там всё есть. Вот они коллекционируют это днями и ночами. Там какие-то аукционы все облазили, какие-то там объездили страны. Всё у них есть. И он тебе расскажет о том, откуда этот ножичек, откуда эта сабелька, или там меч какой-то, и как он затачивается, и как он ковался, и как он там загибался, и кто им владел, и какая инкрустация, как он мастер. А когда я задаю вопрос, а ты сам этим оружием что-то можешь сделать? Он говорит, да зачем? Я коллекционер. Вот это примерно, пример такой, который хорошо показывает глупость всего происходящего, просто абсурдность происходящего, когда человек, не умеющий чем-то пользоваться, просто коллекционирует. Зачем ему это? Просто заниматься подражательством. Глупо. Это не человек. Человек никогда не подражает. Человек живёт своей жизнью. Заниматься коллекционированием только ради того, чтобы это что-то было? Не понимаю этого. Инструмент хороший в деле. И даже прекрасный мастер-плотник с плохим плотницким инструментом может сделать намного больше, чем какой-то дубовый коллекционер, который просто этот инструмент накапливал. Но вот он будет мастером, а коллекционер будет пешка. Поэтому деньги, если рассматривать как именно инструмент для достижения цели, в этом случае тогда он будет к месту, этот инструмент. И в этом случае тогда цель будет достижима. Если же мы рассматриваем это как какую-то необходимость только потому, что она нужна и это есть у кого-то, то в этом случае вы будете вставать на позицию того же самого коллекционера и не будете знать, как ими распоряжаться и для чего они вам нужны. А всё, что легко приходит, так же легко и уходит. Есть такой он жизни. Поэтому ставьте цели. И не просто цели зарабатывания денег, а цели, благодаря деньгам, которые вы достигнете. То есть деньги — это всего лишь навсего, опять же, инструмент. Если это на каком-то этапе ресурс, ну пускай будет ресурсом, но только на каком-то этапе. Потому что если вы в ресурс включаетесь, то тогда вы будете зависимы от него. В общем, цель жизни определяет всё. Вот как-то так. Ну что ж, напоминаю, 7 июня нынче, 2017 года, среда по одному из современных календарей. 17 день месяца ветров, 7525 лета, понедельник по-другому из календарей. Деньги в жизни женщины — такова была тема сегодняшнего эфира. Юлия Ковалёва, Иоанна Акчурина — вот такие наши умницы-красавицы. Нам много чего интересного рассказали, дали кое-какие указующие направления. И у кого были ушки на месте, мозги включились, те, наверное, какой-то вывод из этого нашего эфира для себя сделают. Главное, чтобы он был правильный и на пользу. На 7 я с вами прощаюсь. Девушки, низкий поклон за участие. Желаю вам добра, развития и неоднократных ещё встреч на нашем Народно-Славянском радио. Прощаюсь с вами. До свидания. Вы тоже скажите «до свидания». Всего хорошего. Всего хорошего. А нашим радиослушателям отбиваю челом бью, как говорится. Молодцы, молодицы, здорово, задавали вопросы. Виталий из Эстонии просто укачал репликами. Всё хорошо, здорово. Так держать. Зрители из Ютуба, вы тоже нас поддержали. Низкий вам поклон. Так и будем продолжать, потому что благодаря вам существует Народно-Славянское радио, благодаря вашим эфирам, вернее, вашим вопросам и репликам наши эфиры строятся. Будут вопросы какие-то по теме этого эфира или по каким-то новым темам к этим авторам-сказительницам или к другим авторам. Не стесняйтесь, пишите. Будем вместе решать вопросы, будем вместе улучшать себя, свою жизнь и делать мир лучше. На 7 я с вами прощаюсь. С вами был Народно-Славянское радио Алексей Орлов, Юлия Ковалёва, Анна Акчурина. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. Народно-Славянское радио Все нужно, все важно.